МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Законодатели. Надо сказать, что этот месяц у депутатов выдался плодотворным. Была проведена сессия, на которой они рассмотрели ряд законопроектов. Заслушали отчет о деятельности Кабинета министров за 2019 год, провели прием граждан, подвели итоги конкурса «Мое будущее в Чувашии» и многое другое. Но об этом чуть позже, а пока начнем с вопроса о назначении даты выборов главы Чувашии. Пройдут они в единый день голосования 13 сентября. Слаженная работа возможна при наличии сильной команды единомышленников. Она уже формируется. Точку в этом вопросе поставят выборы. В Рио главы республики особо подчеркнул, что для всех кандидатов надо создать самые благоприятные условия прохождения муниципального фильтра. К сожалению, в прошлые годы организации выборов регулярно в Чувашии подвергалась критике со стороны как участников выборного процесса, так и экспертов и наблюдателей. Мы должны сделать все, чтобы ситуацию переломить. И, на мой взгляд, одним из сложных, наиболее дискутируемых является сбор подписей для прохождения муниципального фильтра для кандидатов в главу Чувашии. Считаю необходимым в рамках наших полномочий и в строгом соответствии с федеральным законодательством создать равные условия для всех участников выборного процесса, которые гарантировали бы и демократичность, и прозрачность выборной кампании. Большинством голосов дата выборов была утверждена. В Рею главы Чуваш Олег Николаев выступил перед депутатами с отчетом о деятельности правительства за 2019 год. До цифр в отчете он остановился на текущей экономической ситуации в связи с коронавирусом. Предварительный ущерб для республики оценивается в 6 миллиардов рублей. Принятые президентом остальные решения по поддержке граждан, семей, бизнеса, конечно же, позволили смягчить тяжесть ситуации. В частности, на поддержку граждан и семей Чувашской республики в соответствии с решениями президента будут направлены более 3 миллиардов рублей. На сегодняшний день доведены уже более чем 2 миллиарда рублей. В целом, затраты на борьбу с коронавирусной инфекцией, которые направлены на территорию Чувашской республики, составляют 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Теперь главное – быстрое восстановление, решение новых задач. По сути, это было послание с конкретными целями и планами. Одна из перспективных задач в области сельского хозяйства, состоящая перед нами, к 2020 году ввести в оборот все на сегодняшний день необрабатываемые земли сельхозназначения. Отремонтировать 309 километров автомобильных дорог, построить и отреконструировать 21 километр дорог, и дворов 117, но при этом дополнительно еще 32 километра осветить дороги. Перед нами стоит задача переформатировать работу всех органов исполнительной и законодательной власти, всех уровней, таким образом, чтобы максимально эффективно использовать наши преимущества и потенциальные возможности. Они у нас есть. Депутаты обсудили еще несколько весьма важных для жителей республики вопросов. Так, Петра Краснова интересовала судьба Чувашского национального лицея-интерната имени Лебедева для одаренных детей. Руководитель региона согласился, что работа с одаренными детьми республики требует особого внимания. В качестве примера он привел всероссийский центр «Сириус», где тиражирует лучшие практики обучения талантливых ребят. И вот в республике открылся обновленный центр «Эткер», где подготовлена 21-дневная образовательная программа для молодежи республики. У ребят появится возможность три недели учиться и жить в центре, затем продолжить занятия дома в интерактивном формате. Это позволит охватить обучением больше ребят. От Сергея Семенова поступил вопрос об открытии кордодрома в Новочебоксарске, а также Республиканского биатлонного центра. Олег Николаев отметил, что буквально на днях посетил кордодром и знаком с ситуацией не понаслышке. И заверил, что в этом году будут начаты все подготовительные работы. Стоимость объекта составляет около 8 миллионов рублей. Я думаю, что говорить о бюджетных средствах на этот год достаточно сложно для этого объекта. В любом случае, на следующий год, в любом случае, Новочебоксарск получит этот объект в завершенном виде. По биатлонному центру, вы знаете, вопрос очень скандальный. Там есть судебные процессы. Там даже мягко будет сказано, если низкое качество проектно-смертной документации. И на сегодняшний день принято решение в этом году через РАИП выделить деньги средства на разработку проектно-смертной документации и с тем, чтобы на следующий год уже поработать, прежде всего, с федеральным правительством. Продолжение следует... В своей программе мы не смогли оставить без внимания юбилейную дату для Чувашия. В план мероприятий внесла корректировки пандемии новой коронавирусной инфекции. Поэтому было принято решение основные торжества перенести на август. Столетие образования Чувашской автономии мы еще обязательно отметим с размахом. А пока предлагаю вспомнить, с чего все начиналось. Принятое временным правительством 2 марта 1917 года Декларация народам России дала право народам на национальное определение. К концу 1919 года Чувашский отдел при Народном комиссариате по делам национальностей подготовил краткий доклад о выделении Чувашского народа в особую административную единицу, который 3 января 1920 года был представлен в коллегию Наркомнаца для направления в комиссию в ЦИК по вопросам нового деления РСФСР. 24 июня 1920 года был принят декрет в ЦИК Совета народных комиссаров об образовании Чувашской автономной области с административным центром в городе Чебоксары. Образование автономии послужило началом развития парламентаризма в Чувашии. Для решения важнейших вопросов хозяйственного и социально-культурного строительства создавались органы народного представительства, история которых неотделима от истории родного края. Так, в 1937 году образован Верховный Совет Чувашской Республики. В 1994 в связи с переходом к новой структуре государственной власти избран новый законодательный орган Государственный Совет Чувашской Республики, который на протяжении четверти века ведет системную работу по созданию и совершенствованию законодательной базы для решения актуальных задач экономического и социального развития Чувашской Республики. Жители Чувашии продолжают активно голосовать по поправкам в Конституцию России. Подключились к этому процессу и депутаты Госсовета. Директор 5-й Чебоксарской гимназии Инна Исаева, как и ректор Чувашского педуниверситета Владимир Иванов, пришли на участки к их открытию. Они отметили, отдать свой голос за внесение поправок в Конституцию – их долг. Ведь изменения в главном законе государства затрагивают и сферу образования. А если говорить об образовании, то, конечно, это социальная поддержка всех людей, кто находится, всех участников образовательного процесса. Это как учителя, так и семьи. На мой взгляд, Конституция – это опора для других положений, локальных актов регионов, которые должны будут, возможно, пересмотреться. Активно голосуют депутаты в районах Чувашия. Николай Курчаткин отметил высокий уровень организации процедуры голосования. Каждому пришедшему избирателю выдают перчатки, маски, обрабатывают руки антисептиком, измеряют температуру и напоминают о соблюдении дистанции в полтора метра. Я, как гражданин России, пришел проголосовать, потому что это действительно сегодня нужно. Конституция была принята более 25 лет назад. За это время прошли большие изменения, и сегодня время действительно настало внести поправки. Я думаю, это ближайшие десятилетия будет действительно фундаментом развития нашей Великой Родины, России. Здесь необходимо действительно вспомнить некоторые поправки. Это, значит, первое, прожиточный минимум должен быть не менее минимальной оплаты труда. Это очень важно. Ежегодная индексация пенсии – это тоже очень важно. И поддержка семьи с детьми – это значит, в дальнейшем у нас материнский капитал для семей с детьми, она будет и расти. Чтобы высказать свое мнение по внесению изменений в главный закон страны, время еще есть. Голосование продлится до 1 июля включительно. До начала нашей беседы с гостем хочу напомнить, что в Рио главы Чувашской Республики подписал указ о праздновании Дня Отца, который мы будем отмечать в 3 воскресенье октября. Что думает по этому поводу мой гость Алексей Мурыгин, узнаем через несколько секунд. Алексей Валентинович, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, вот я знаю, вы родились в Чебоксарах. Каким было ваше детство, какое было воспитание? Немножечко познакомьте нас с собой. Знаете, я хочу отметить, наверное, это важно. У меня родители родом с Владимирской области. Ну и как было принято в те годы, они сюда были направлены по переоспределению. Поэтому, понятно, они сюда приехали, скажем так, с двумя чемоданами и все. И с этого начиналось здесь их развитие. И знаете, первый такой для меня вывод, и они, безусловно, достигли немалых высот, в том числе уважения, благодаря своему труду. Поэтому первое, что я перенял от своих родителей, это то, что можно начать с нуля и путем своего труда, а действительно это так, достичь результатов достаточно неплохих. Родители приняли решение, будучи, когда я еще был в садике, отправить меня заниматься спортом по дисциплине плавания. Сейчас уже могу сказать, что я благодарен им в том числе за это. Почему? У меня детство, знаете, я могу так вот сказать, как бы ни показалось странно, только получилось у меня, знаете, мобильное. Я так вот проанализировал, я в городе больше чем там 3-4 месяца не находился, постоянно был в движении. А это, извините, это маленькое путешествие. Это путешествие, это транспорт, это общение, это люди. И поэтому, понимаете, вот не практически, а все школьные годы жил я в такой динамике, в таком режиме. И я в свои там школьные годы исколесил весь Советский Союз тогда. А какое вот самое яркое воспоминание из детства запомнилось вам, вот до сих пор? Вы о нем вспоминаете с трепетом? Наверное, это действительно, опять же, и мы с вами будем беседовать, я постоянно буду проецировать на спортивную свою жизнь. Это первая медаль, первая медаль, которую я называл, она была золотая. Как сейчас помню, это был третий класс школы. Это достаточно непросто, наверное, было принять решение возглавить Совет Отцов. К тому моменту у меня был некий жизненный опыт во взаимодействии с людьми, во взаимодействии по линии спорта. Есть опыт, был опыт и практик. Я хотел, конечно, передать не только своим детям, но и детям, которые в окружении. Понимаете, есть такое изречение. Нет чужих детей, есть окружение моего ребенка. И на самом деле, на сегодняшний день я получаю искреннее удовольствие, наслаждение, когда отдельно, может быть, взятого ребенка, у группы детей что-то стало получаться. Поэтому основная, может быть, идея, мое решение было действительно передать то, что я умею. Первое. И по прошествии уже времени, работа Совета Отцов, понимаете, у меня сложилась команда профессионалов в каждой своей деятельности. Это педагоги, это психологи, есть военные, есть представители IT-специальностей, понимаете. И каждый из них готов передать те знания, те опыт, которыми обладают. Коротко, можете назвать задачи Совета Отцов? Задачи и цели? Я здесь отвечу, знаете, с чего начну ответ? С слов одного писателя, который сказал. Не надо много другого образца, когда рядом есть пример отца. Понимаете, и вот отсюда проистекает сама философия нашей деятельности. Наша деятельность направлена на повышение роли отца в воспитании ребенка. Отец, понятно, что он работает, он добытчик, все прочее. Но, понимаете, когда вот я от отцов слышу, что, мол, ну что вы ко мне там перестаете, я же работаю. Ну, понимаете, это некое такое, я вижу в этом оправдание своих бездействий. И говоря о примере, ну, что это за пример, если там он с сигареткой, с бутылочкой пива, дома сидит на диванчике в тапочках, да еще при этом продолжает там круглые ночи, вечера играть в танчики. Ребенок будет таким же? Абсолютно верно. И поэтому, когда я слышу, не знаю, на улице, где-либо, когда отец обращает своему ребенку со словами, ну, на кого же ты похож, мне хочешь подойти и сказать, ну, подойди к зеркалу и посмотри, на кого похож твой ребенок. Надо, в первую очередь, к себе относиться критично, а что я сделал для ребенка на самом деле. Как-то можно, например, я не знаю, поощрить таких активных отцов. Они же будут, наверное, тратить свое рабочее время, чтобы помочь вам в каких-то делах, помочь школе, детскому саду. Вы не думали об этом? Вот что можно сделать для них такое приятное? Что касается материального возмещения, опять же, я возвращаюсь к президентскому гранту, который предусматривает выплату зарплаты. Поэтому, значит, да, есть инициативы, которые, значит, готовы быть, инициативы могут быть возмещены материально через президентский грант. И государство это такую возможность предоставляет. Но все на этой такой позитивной ноте я предлагаю, наверное, остановиться. Спасибо, Алексей Валентинович. Мы еще не раз вернемся к этой теме, потому что, я знаю, будет продолжение. А мне в завершение рубрики хочется еще раз сказать, что Совет Отцов достаточно новое движение, которое еще развернется очень-очень широко. А пока не только в самом начале пути. Это была программа «Законодатели». Я, Анжелика Григорьева, говорю вам до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!